Валерий Седов Печальная статистика. За выходные на дорогах города погибло трое, еще двое утонули. Молодые против ветеранов. На футбольном турнире памяти заслуженного тренера Евгения Моченова сразились его воспитанники разных лет. ВДВ против Краснодара помогли рязаночкам домашние стены. У мусорного полигона в районе деревни Зеленина Рыбновского района вновь разгорается скандал. Мы уже рассказывали о прокурорской проверке на этой свалке. Так вот, ее результаты местных активистов не устроили. В официальном ответе говорится, что по предоставленным договорам мусор сюда свозят исключительно из Рязанской области. Чтобы доказать обратное, жители вышли в своеобразный рейд с привлечением блюстителей закона. И кое-что любопытное им удалось установить. Максим Васильев с места событий. Для сторожила села Зеленина Вениамина Акилова в прямом смысле пойманный им мусоровоз с владимирскими номерами. Все равно, что пленный немецкий танк и отношение к водителю похоже соответствующее. Слишком уж зачастили гости с регионов. Машина с цифрой 33 в правом верхнем углу прямое тому доказательство. Вопреки официальной версии из присланного документа. Смотри. Прием отходов осуществляется только от организации предприятий Рязанской области, с которым заключены договоры в пределах определенных лимитов. Размещение отходов происходит строго в соответствии с лицензией. Все, с Москвы нету. А он и генерал, и ЭД говорят. Они утверждают, нет с Москвы отходов. Хотя им и посылали уже, и по телевизору показывали, и посылали им эти вот, что фиксировали. Мало? Едем дальше. Прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами. А сам отправился вываливать привезенное. Вот просто посреди куч. На выезде его, разумеется, встретили местные. Понятно, что активисты лица неофициальные, документы им можно и не показывать. Но вот прибывает наряд ДПС. Машина зарегистрирована на частное лицо. Вот. На него? Нет, на него. Откуда эти смешанные отходы? Машина не на фирму. А где машина зарегистрирована? В Владимире. В Владимире. Вот тебе и сказано. Вообще-то стражам порядка водители обязаны предоставить документы. Но вдруг, оказывается, нагруз их нет вообще, дескать. Все накладные оставил охранникам полигона. Вот идите сами и берите. Я не пойду туда. В Аккурпы. Я сейчас дежурку позвоню. Вот вам прямая речь. Получается, из Москвы все-таки машины тоже сюда приходят. И не только из Москвы. Давайте спросим у водителей других машин. И вот странность. У этих товарищей тоже нет накладных. Как человек без документов будете заезжать туда на территорию? У вас примут груз без документов? А как его должны принять без документов груз? Что он там везет? Я вам спрашиваю. По всем правилам и нормам нашего законодательства не должны принять. На каком основании? Они у него при себе. Он их просто отказывается предоставить. Вот и все. В этом случае в отношении него должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Это все. Все верно. При отсутствии товарно-транспортных накладных мы не знаем, что у них за груз. То есть он может быть не четвертого, не пятого класса, а гораздо более опасный и взрывчатый. То есть который не имеет права передвигаться по нашим дорогам общего пользования без соответствующего допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов. Штраф 500 рублей – это лишь меньшее из зол, что могло произойти с этим водителем. Гарантия, что там нет радиоактивных отходов – нет. Документики-то отсутствуют. Шум с мусорками из других регионов привлек внимание директора полигона. Вот он, этот человек. Олег Генералов. Встретились мы рядом с тем самым трофейным Владимирским мусоровозом. Давайте напомним, что он нам говорил в мае во время прокурорской проверки. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никаких московых у нас, ничего у нас такого нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет, нет. У нас только с Рязанской области. А теперь давайте спросим у Олега Генералова то же самое прямо у мусоровоза с Владимирскими номерами. Увидев нашу камеру, он сначала от нее прятался, а затем выдвинул свою версию. Да, фирма «Экологик» приобрела машину. Вот на 33 номерах. Сейчас идет переоформление. Мусор должен возиться. Из-за них останавливать вывоз мусора из Касимовского района это просто несерьезно. Общаться дальше он с нами не захотел. Так может быть серьезно это когда для начала приведем в норму весь документ и оборот? Как вообще получается, что сюда приезжают курские и владимирские ребята? И законно ли это? В общем думайте и решайте сами. А мы просто приведем некоторые цифры. По нашей информации, одна машина, неважно откуда, это в среднем 12 тысяч рублей. Таких авто в день здесь порядка 50. Итого грязными выходит примерно больше полумиллиона. В день. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Выходные в Рязанской области были, если так можно выразиться, богаты на события. Жаль, правда, что со знаком минус. Так три человека погибли на дорогах города в результате аварий. Двое на воде. Подробности далее. Сложно поверить, но раскуроченный КамАЗ, стоящий в поле, это автомобиль, пострадавший в аварии. Виновник же вот эта Шкода, которая выехала на полосу встречного движения. Причины этого маневра сейчас выясняют инспекторы ДПС. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, 49-75 лет, в автомобиле Шкода-Рокинск скончались на месте. По факту ДТП проводится расследование. Авария произошла в субботу, 17 июля, в седьмом часу утра в Александроневском районе. И в этот же день на трассе Рязань-Пронск-Скопин столкнулись две иномарки. К счастью, обошлось без жертв. Женщина-водитель «Фольксвагена» решила развернуться в неположенном месте и столкнулась с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия пострадали пассажиры двух авто. Дети 7, 8 и 9 лет. 18 июля, примерно в 21.00, в Рязани, вблизи дома 7 по улице Монастырской, 26-летний рязанец, управляя автомобилем «Мерседес», по предварительной информации, совершил наезд на велосипедиста, 15-летнего местного жителя. В результате происшествия велосипедист получил травмы, пострадавшим оказан медицинской помощь. Не осталось без внимания правоохранителей и ДТП на прошедшей неделе. Тогда в результате аварии погиб 10-летний мальчик. Напомним, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и собрал вереницу машин. Два пассажира, одно из них погибли. Трое других получили травмы различной степени тяжести. Дело на контроле прокуратуры. По факту происшествия следователем следственного отдела МОВД России Скопинский возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время водитель грузового автомобиля задержан. Сразу два несчастных случая на воде случилось за выходные. Первый на оке рядом с Касимовым. Там утонул мужчина. Второй в карьере у Дубровичей. Мужчина прыгнул в воду с моста, но так и не вынырнул. Очевидцы говорят, что на реальчик ударился головой одно. Родственники же утверждают, что ему стало плохо в воде. До приезда скорой помощи отдыхающие делали мужчине искусственное дыхание и массаж сердца. Спасти его так и не удалось. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Рязанской области растет. По ситуации на 19 июля в регионе выявлено еще 140 случаев заражения. Темп прироста за сутки сейчас меньше полпроцента. 42 сотых. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 33,5 тысяч человек. Чаще всех болеют люди от 46 до 64 лет. 13,5 тысяч. Меньше всех малыши до года. 74. Люди продолжают выстраиваться в очереди на вакцинацию. Как в мобильные пункты, так и в медучреждения. И для вакцинированных есть хорошие новости. Сверх того, что они получат прививку от COVID-19, пенсионерам могут заплатить за это 10 тысяч рублей. Такую идею предложил депутат Госдумы Василий Власов. Чиновник считает, что пособие побудит пенсионеров пройти вакцинацию. Сразу 8 команд собрал на Рязанском стадионе «Локомотив» футбольный турнир памяти заслуженного тренера Евгения Моченова. На поле вышли его воспитанники – игроки прошлого и настоящего. За кем в итоге осталась победа, расскажет Максим Васильев. «Неуступчивый, колючий, отдающий себя без остатка». А не побоюсь этого слова «глы» березанского футбола Евгения Моченова в этот день говорили только в превосходных тонах. Ветераны еще помнят, как он финтил на футбольном поле и как поначалу копировал мастеров. Те, кто помладше, говорят о таланте тренера. Не любил проигрывать абсолютно, сражался до конца. Вот это его очень охарактеризовало. Вообще такой он худенький тогда был, шустрый. И они столик подвешевым составляли тандем хороших нападающих. Тренер, он колоссальный был, понимаете, он понимаешь, он вдумчивый, он соображающий. Он как на поле, он был игровой. А когда игровой человек, игровой человек, он все понимает. Имя Евгения Моченова в 60-е на устах было у всех рязанских любителей футбола. На него ходили смотреть всем городом. Болельщики называли команду Великой Хайсановской. Стадион «Спартак» у нас, когда на игры, он был полон. Полчаса потом улица Маяковского и улица Свердлова, где по Маяковскому транспорт не мог ходить после игры этих ребят. Почтить память, как говорили раньше, фигуры рязанского футбола вышли сразу 8 команд. Понятно, что ветеранам с молодыми тягаться не с руки. Физика решает, поэтому участников разделили на подгруппы. Тем не менее, свои шедевры на поле были и у заслуженных. Конечно, очень хорошо, что мы учтим память таких людей. Это был очень порядочный человек, настойчивый, достойный. Работать с детьми – это очень сложное дело. И он отдавался весь этой работе. И то, что пришло такое количество людей, это, конечно, многого значит. И надеюсь, что турнир станет традиционным. По две лучшие команды из ветеранской и условно-молодежной групп вышли в полуфинал. А в решающем поединке сошлись сам «Электрон» и «Клуб 99». Единственный забитый мяч определил «Электронщиков» победителями первого турнира имени Евгения Моченова. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Матчем с Краснодаром завершила 16-й тур в Суперлиге Чемпионата России по футболу женская команда «Рязань-ВДВ». Соседи по турнирной таблице показали бескомпромиссный и результативный футбол. «Краснодар здорово через центр находит между линиями Жаркову. Медея разворачивает атаку в центр и дальний удар куда опаснее, чем год, чтобы умереть назад у Рязани». И Рязань-ВДВ и Краснодар очное противостояние начали фактически без разведки в течение нескольких минут, обменявшись дальними ударами. Точности не хватало, поэтому игра на коротке стала основной тактической моделью. Стартовый натиск южанок наши девушки отразили. Игру от ворот отодвинули, а потом и вовсе перехватили инициативу. Помогли стандарты. Гол забила Дарья Еременко с передачи Ксении Шаховой, которая, к слову, сейчас лучший ассистент рязанской команды. Это была ее шестая результативная передача. Окрыленные забитым мячом десантницы продолжали наседать на ворота Кристины Алешиной. Но снова угловой подача – гол. А в конце первого тайма наши футболистки и вовсе увеличили счет до крупного. Голкипер Южанок Кристина Алешина сфалила в штрафной площадке. С 11-метровой отметки Наталья Перепечина открыла счет своим мячам в чемпионате. 3-0. Перепечина сбивает третий мяч в ворота Краснодара в дополнительное время к первому тайму. После перерыва краснодарские футболистки пошли в обанк. И один мяч отыграли. Десантницы пропустили во время розыгрыша штрафного удара. Счет до конца матча больше не менялся 3-1 в пользу Рязань ВДВ. Сейчас команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице пунктом выше Краснодара. Следующая игра тоже домашняя – 31 июля с Енисеем, который попытается реабилитироваться перед болельщиками после трех поражений подряд. Так что поддержка трибун нашим девушкам будет очень кстати. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова